Убери телефон немедленно. Ты что, ей не сказала? Вера, убери телефон. Уже прошло полгода, а они дословно помнят свои тексты. Главные герои фильма «Я уеду жить в свитер» родная и приемная дочери, которые недолюбливают друг друга с детства. Конфликт подогревают и школьные друзья. Сценарий фильма разворачивается вокруг кафе, в котором подростки устанавливают свои правила. Нет, ну это не я. Я так себя не веду. И люди, которые меня видят, говорят, ну Леля, ну это не ты. Это сложно увидеть тебя в таком образе. Бюджет картины составил 1 миллион рублей. Съемки шли полгода в разных локациях Барнаула, в кафе, посуточных квартирах и в школе. «Я уеду жить в свитер» – это не только начинающие актеры, но и обычные жители города. Например, юрист Антон Доровских сам не понял, как оказался на съемочной площадке. Не знал, что сейчас фильмы художественные снимаются, даже вот в такой мобильной, условно говоря, версии, когда не требуется большое какое-то оборудование громоздкое, какие-то там тележки, которые двигаются с камерами. Пришел Евгений с какой-то мобильной камерой, чуть ли не селфи, давай снимем здесь на телефон. Ну давай. И сделали аж на два с лишним часа. Первое предательство – дружба и любовь. Картины собраны все прелести нежного возраста. Человек не всегда раскрывается тебе полностью. Ты не знаешь, что у него внутри, и относишься к нему плохо, потому что, ну вроде бы он плохой на самом деле, но очень классный человек внутри, он другой. Ждет ли героев хэппи-энд, узнаем сегодня в 7 часов вечера в кинотеатре «Формула». На премьеру актеры приедут, как настоящие звезды, пафосно на лимузине. Кстати, билеты зрителей будут участвовать в розыгрыше съемок следующего фильма от киностудии «Шкит». Ирина Корчегина, Андрей Печоркин. День с толком.